Всем здарова, с вами Батя, это у нас ностальгируем с Батей игра, замечательная игра 2007 года, десятилетней ожидавности, кризис, если по-русски, уровень сложности, все, на рядовом, короче, начинаем, эта игра охрененная, думаю, многие из вас ее помнят, игра где нано-костюм и конфликт геополитический и межгалактический, межпланетный стоят во главе всего, и вот этот нано-костюм, кстати, как он хорош, в школе, я помню, все мечтали получить себе такой же, когда поиграли в нее, но охереть, то есть, многие-то думали, это экзоскелет, а вот вы посмотрите, что он делает, он, то есть, даже мышцы изменяет, он какие-то шарики ему в кожу вогнал, и смотри, что он вытворяет, то есть, у него даже мышечный этот, меняется структура, удивительно на самом деле, ты посмотри на это просто, опять шарики сейчас будут, а нет, и это меня всегда удивляло, честно говоря, то есть, нано-костюм, он лучше любого экзоскелета, смотри, что он может вытворять с этим, опа, какая же крутая игра, какая графика на то время, то есть, сейчас, в ролике-то она еще не очень, а вот в самой игре, ооо, вот это прямо, ооо, такой бы нано-костюм-то бы в реальности, конечно, обладать, но это не значит, что ты бессмертный такой, бегаешь там постоянно, игра сложная, игра нелегкая, даже на уровне рядового, по-моему, ох, как она, опять максимум силы, короче, врубил, вот что вытворяет парень, а, вот это спецназовец, ох ты, и от взрывов-то она, ни хрена ему не становится, мне всегда интересно было, что разработчики вот додумались до такого, наверное, костюма, это прекрасно, потому что обычно показывают, там, когда звездные крейсеры бороздят просторы вселенной, а все равно броня-то гораздо хуже, то есть, даже не экзоскелеты, а обычная бронюшка, это в играх, там, про будущее такое далекое, что, ну, действительно, колонизация других планет, а костюм хуже, чем вот у этого, а то 2020 год, то есть, нам недолго таких костюмов-то ожидать осталось, меньше трех лет, и вообще нормально, тут знаменитый, кстати, момент с высадкой, тут, по-моему, ребята, это уже совсем перебор, переборов, потому что, о, 7 августа 2020 год, какая тут, это ностальгия, какие тут спойлеры, игре 10 лет, короче, инопланетные формы жизни, нет, не эти, это просто корейцы, корейцы, да, как они вообще высадились на острове в Тихом океане, я про корейцев, во-во-во-во, так и сюжет тут интересный, сами видите, замес есть, 7 дней спустя, значит, это 27-е уже августа, или какое там показывание, острова Линкшен, Филиппинское море, 14 августа 2020, значит, там 7-е было, графон, ты посмотри, какой-то, все, уже почти геймплейчик начинается у нас, почти-почти, все, вылетаем, какой-то упер-аппарат, говорит, командир, высота 8090, на радаре помехи, возможно, гроза. Может быть, одни гроза, это аномалия от инопланетян, а я говорил, я говорил, огромный самолет такой, охрененный, сразу эпичное начало, и не напусканная эпичность, а какая-то все-таки прикольная, она охрененная. Эй, что, да, конечно, что-то не видишь, что ли? Знакомый голос. Это же Шрек! Это в натуре Шрек. О, вот это самое прикольное. Тих, не отвлекайся, операция секретная. Задача найти и спасти. Мы здесь не на войне. Пока. Что, пророк? Известно хотя бы, живы они или нет? Это нам и предстоит выяснить. Ты посмотри на графику, просто. 2007 год. Сейчас-то не везде такая есть. Она охрененная. Кто-то хочет, чтобы его нашли. Иногда костюмы охрененные. Все, все, понял? Ну-ка, давай, вылетай. Все. Псих, пророк и батя. Внимание. 5, 4, 3, 2, 1. Вперед. Пошел, пошел, пошел. Пошел, пошел. Пошел, пошел, пошел. Ты пошел, ага. Ну, я после дон, так сказать. Тут правда прикольно. Ох, мне прям в ухо, как будто я реально лечу. Тут же где-то этот, подожди. Есть приколюха такая, что тут где-то инопланетянин-то и будет. Смотри, вот этот остров в Филиппинском море. Где он? Вау, ну и графон, а? Графон прекрасен. Так, где он? Давайте его высматривать. Тут где-то инопланетянин, я серьезно вам говорю. Ох, как классно. Пошелся на конституцию, пока не наладим с ними связь. Вот она, кстати, по-моему, своя. Эй, где этот инопланетянин? Я тебе говорю, он где-то тут. Я помню, помню. Вот он, вот он. Мы его засекли. Кочевник. Это я, что ли, кочевник-то? Вот я и покочевал. А там баба вроде говорила, разве нет в костюме? А если бы не нано-костюм, что бы от него осталось? Красота. И сразу замес. Сразу. Буквально сразу. И мне это нравится. Черепашка. Нет, посмотри на графику, а. Ой, что делать? Да знаю. Есть такой... А, ты палишь, что ли, то, что я вижу? Во. Интерфейс, так сказать. Отстань до сих пор, не отвечай. Но, вот. Перешу дали, ищу от скорости. Провер, у нас задание. Максимум силы. Он еще и прыгает. Мышцы, в принципе, все усилены. Это логично. Вон, сила костюма все показано охрененно. Он с этим удалил мне 4000 FPS. Вы все можете вообще представить. Я знаю, я уже говорил, что... Нельзя говорить о FPS-ах. Вообще запретная тема. Насчет технической херни в ватсплеях, но просто 4000. Я такого вообще не видел. Я старые игры давно не запускал. Маскировка активирована. Fable, да, она, в принципе. Но она оптимизирована плохо. Наверное, вот эту, которая... Anniversary. Ну, ты посмотри на графику. Просто посмотри на это. Мне тогда, наверное, невидимку или чё? Маскировка. А, она тратит. Нет, нет, нет. Максимум скорости. Ох ты, как он. Рвать может. Тащить. Так, чё? А, это же я даже без силы. Ой, на control надо. О, даже можно по-бластунски. Ну, конечно, он же спецназовец всё-таки. Так, мне нифига не видно снова. Короче, секунда. Что ж такое-то? Он почему-то последний у меня сохранён. Какой-то делает. Это надо исправить. Ну-ка, подождите-ка. Так, вот сейчас нормально сделаю. Главное, я и так всё нормально делал. Но нет. В старых играх-то надо, чтобы настройки поменять. Тут принять, там принять. Ладно, всё равно нормально. О, как уныло. Я ещё поставил этот. Ну-ка. Не вдохновляет. Что ты будешь делать? А сколько? Этот шрек мне объясняет эту фигню уже, наверное, раз в 500. Всё, понято. Во! Вот это знакомый голос. Точно-точно. Обычно бабы нормально озвучивают такие дела. Искусственные интеллекты. Но тут как-то по-другому. Удивительно, что они какие-то интеллекты ещё озвучат в состоянии. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну чё, поползли. Смотри-ка, высвечивает. Надеюсь, это только мне видно, а не этим сраным корейцам. Итак, тут максимум актуальности, я бы сказал. Да, уйди ты, нахрен. Опа, точно же. Ну, вот это спасибо. То я бы, нахрен, забыл про это. У тебя правда не. Не фонарь. Не фонарь. Не надо. Во! Да-да-да-да-да. Тут ещё крабыки-то бегают. По-моему, там весь хребет прям переломал. И мне нравится это. Ну-ка. Максимум актуальности, я бы сказал. Как раз геополитическая ситуация так же напряжена. То есть Корея и США тут вон... Меня такое удивляет. Да, на грани конфликта. То есть, да, меня такого-то удивляет. Вообще корейцы до Филиппинского моря доплыли. На чём? На байдарке из мусора? Чё ты не видишь? Крепкий парень. Смотри-ка. На микрофон. Блин, мы её пройдём. Мы её пройдём по-любому. Это я вам говорю вообще тысячу процентов. Даю вам на то, что мы пройдём эту игру полностью. Перепройдём. Я думаю, вы её все уже... То старички, так вы все её это... Пожди. Не, я не хочу менять. У меня охрененно это. Или как тут? Вот. У меня две получаются. А, подожди. Мне... Кулаки, пистолет и этот. У меня пистолет нужно тоже модифицировать пока ещё. Обязательно этот и обязательно вот. Во! Вот это вообще классно. Тихо. Да, я на С нажимаю, потому что я думаю, что... Так, это вообще не моё. Я думаю, что присесть. Вот, рядом. Да-да-да, я бегу уже на всех парусах. О, всё, у меня энергия закончилась. Жди. Так, они там на катерах? Нет, это вообще скалы. Это чей корабль, кстати. Ты с фонарём где-то виси? О, я вижу тебя. Здорово. Пошли, веди. Чё ты с фонарём с вами паришь? Да чё, чё? О, да плевать. Та же Вики. Оу. Давай переждём. Это чисто по-американски. Нет, ну... А, он мексиканец. Ой, я понял фишку, почему он ацтек. Католик. Так, ты же ацтек. Бежим быстрее. Это чё его это? А я не усп... Мы уже не успеваем. Друзья. Ни хрена не могу разобрать. Я понимаю, что быстрее. Мы не успеем. По-любому. Что это? В броню ушёл, но... Мне нравится интерфейс в этой игре дико. Он действительно похож на какой-то армейский. Вот мини-карта похожа на какую-то армейскую штуку. То есть, всё вот это в зелёном стиле, таком, мне вообще нравится сильно. Так, это... Ты где? Чувачок, мексиканец, ты где? Опять интернациональная бригада. Ну, в принципе, неплохой посыл. Главное, чтобы без комосеков и ещё всякой херни. Ну, а то, что там мексиканцы, негры, белые, это нормально. Азиата нету. Да чё тут случилось? Это какой-то прилетел. Ты бы маску-то надел. Ты слышал? Чё, нет. Чё-то там хрустит. Это ты ходишь? Чё-то сейчас будет. Сейчас вылезет какая-то пакость инопланетная, помню. Гроби. Или отсек повешенный на кишках. Или ещё чё. Или кореец какой-то. Нравится мне это. Ким Чен Ын? Ты бы побольше гнал бы и фонарём бы туда-сюда. Да. А сверху с кого это капает, думаешь? Вау. Какой-то паутяне, да его, парашютный. Всё, он мёртвый. Мёртвый босс. Чёрт возьми, что там случилось? Это, думаешь, корейцы? Роздаётся мне, мы там не одни. Это херовый гуки. Гуки. Никак нет, Сэр. Есть четверо мёртвых корейцев, но убил их явно не Астека. Их прикончило что-то ещё. Разорвало на части. Чё такой спокойный? Железные нервы. Встречаемся на месте высоты. Ну и ты нарко. Как насчёт Астека, Сэр? Оставить его тут висеть. Потом похороним. Ааа. Точно. Вовы умные, а? Охренеть. Никогда не привык. Ну, кремация-то нормальная. Блин, ну по-моему, ты бездушный какой-то. Вот это косячок. Я не знаю. Вряд ли такие люди есть. Сослуживец так загнулся. Да, они почти... Они почти братья. Они настолько спецназовцы, что они миссию просто мирового уровня ведь исполняют. Он не должен так спокойно относиться к смерти своего сотоварища. Понял. Маскировка активирована. А, ну, кремация-то. А, ну, кремация-то. Возьми, статик. Возьми, статик. Возьми, статик. Достаточно энергии. Все. Максимум 7. Там кто-то пропалился, по-моему. И в меня попал. У нас же восстанавливается, я помню. Так, убери свою лодку, по-моему. Максимум скорости. Ну, лутать их нет смысла, мы же не в Far Cry играем. Тут все-таки другая тема. А вот второй мне не сильно понравился. Третий я вообще не играл. Но второй... Нью-Йорк, ну что это такое-то? После вот этого вот, природы... Понял. Ясно, пророк. Выполняю. А тут тоже открытый мир, по-моему, уже. О-о-о. Пропала связь со спутником. Где-то они рядом. Ох ты, красота. Смотри-ка, уже рассвет. Маскировка активирована. О-о-о-о. Мы обнаружили колец автомобиля. У нас над бинокрой следит. Максимум брони. Так. Вижу большую антенну. Похоже, это и есть лешенка. Вижу еще катер, вижу... Чувачок сыт, ну как обычно. Я знаю, как тебе приструнить, собака. Что ты не сам. Смотри, у него бочка рядом горит, а ему хоть бы хны. Это уж уровень Хитмана, блин. А даже не спецназоваться никакого. Так. Он пошел проверять, что за фигня. О, он ракетой стреляет. Блин, далековато. Сейчас мы их всех вырежем, весь поселок. Да что ты вытворяешь-то? Да плевать, я все. Ой, войска. Херойска. Как тут рукопашка? Как тут рукопашка? На дом твой разрушен, нахер. Сраный кореец. Сраный гук. Я говорю, он не бессмертный. Я уже говорил об этом. А я говорил, что он не бессмертный. Граната у меня есть? Нету. Мне кажется, мне надо нахер бежать отсюда. Максимум скорость. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не-не-не-не-не. Я не должен погибать. Здесь я главный герой. Здесь я батька. Ну-ка, тихо. Как ты будешь сражаться с тем, кого не видишь, кстати? Маскировка триллирована. А-ха-ха-ха-ха. Хилюсь в инвизе. О, какие слова-то противные. В невидимости залечиваюсь. Лечусь в невидимости. Недостаточной энергии. Ой. Максимум скорости. Смотри, они меня не видят конкретно. Нет, видят. Или че? Где ты? Где ты, сраный гук? Мне надо этого первому вручу. Убил, смотри-ка. Это как он у меня косо-то попал? Рикошетами, что ли? С камней? Ты где вообще? Вух ты, какой я быстрый, а? Так че, 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 че? Ты мне авиации будешь, что ли, помогать? Я как тебе уберу твою глушилку, если она от меня далеко находится? Я вообще не могу понять, а че в него попасть-то не могу. Хер его знает. Они так вроде бегут, как орки, но у них тут супер бронежилет, или они на чем? На рисе отъелись, так ли? Че за херня творится вообще? Вытворяется. Ну-ка, курица. Это уже фейбл чистая. Блин, ты послужил мне хорошо. Теперь ты свободна. Подожди тогда, чем мне с них стрелять-то? Тут патроны можно не жалеть, это... У них полно такой штуки. Я думаю, там никто не выжил после такого обстрела. А, нет, не выжил, смотри-ка. Тихо. Этот деревянный собор, наверное, меня защитит, да? Нихера. Нихера подобного. Ну, что я его убил? Сейчас катер уедет сам. Ну, я так и думал. Тут даже на кулаках можно драться, между прочим, если врубить этот-то, я думаю, сильно будет. Где там курицы? Или какой-нибудь, может, кореец бы жив, остался лучше, конечно. Это я вам просто показать, что насколько он силен. В чем избиение куриц? Как она стоит вообще? Смотри, она стоит все-таки. Нет, я, пожалуй, хотел показать на машине, но... Как и зачем мне на ней показывать, если я потом на чем не ехать вообще? Вот они неприхотливые. Только меня что удивляет? Что у них обстановочка, где вот культ личности, где это все? Раньше в детстве-то я не замечал такого. Опа. Ну, что ж. Отключай глушилку-то эту. А, вот. И все. Отлично. Сисисково заработали. Еди на место вуза. Еще и глава провисла от взрыва. Вот террасы. Ну, выглядит прикольно. Ну, она бы оптимизирована не лучшим образом, я думаю. Окей, годат все-таки. Максимум скорости. А, я все равно на ней не улечу, не уеду. Нет, смотри, уеду здесь. Просто у меня без транспорта совсем будет нехорошо сейчас. Теперь у меня другое задание. Да-да-да. На раз-два вообще, на раз-два. Это те, блин, опять же, не Far Cry. О, физика замечательная. Так, где они там? Они не выжили, похоже. Ой, мне еще долго. Придется тогда пальму эту убирать, наверное. Ну, ладно, вообще не надо им оставлять транспорта, поэтому я просто предлагаю. А, не-не-не, нормально все. Он еще может ехать. Тогда на броню. И вперед-вперед. Смотри, можно и от третьего лица. Прям жита какая-то. Аккуратно, вот тут мимо камней. Да, е-мое. Не-не-не-не-не. Ну, это явный перебор был даже для него. Эть. Хм. Довольно рядом. Не, сейчас будет лучше. Ты вам точно скажешь. Принимай кардинант. Давай, давай, давай. Тихо, тихо, тихо. Побойся бога, урод. Где-то там. Смотри, как он быстро перелазит. Вообще, можно жить. Он и так стрелять может. А, он, наверное, захват... Тут же не электроника. Как он ее захватит? Тут же автоматика, а не электроника. Ну, ладно. Будем считать, что он как-то это, не знаю, телепатия или что-то он делает. Будем считать. Но это все-таки игра. Игровые условности здесь допустимы. Тихо. Лу, а что вы сейчас будете? По кому стрелять, мне интересно. Так. Тихо. Тихо. Ты охренел. Я могу пострадать. Костюм у него может пострадать. Там не охренел ли? Так. Вырубил. Вырубил. По шапке. Еще один. Как мне? Нет, не один даже. Тихо. Ну-ну-ну-ну-ну. Да е-мое. Да-да, давай. Помирай. И самый главный за пулеметом. Смотри, сейчас рванет моя тачка, кстати. Все. Да блин, опять колеса. Да-да-да. 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 Охренеть. Понял, пророк. Охренеть. Я как буду вас убивать-то? За укрытиями только. Я же говорил, он не бессмертный. Тут на максимум брони большую часть времени надо по-любому ставить. Ну, когда бежишь, понятно, надо это. Ну, надо сочетать, надо все грамотно сочетать. Так, корейский трупак. Я его оживил, короче, как некромант и управляю. Он стреляет за меня. Вообще-то мой личный этот, личный мемир. Я Один местный. Так, ну все, на таран, конечно, само собой. Какая еще тактика у батьки может быть? На пролом только. Как раньше я в стратегии всегда так играл. Только на пролом и все. Больше вообще никакого другого варианта нет. И настрелять еще сзади. Взад. Всем. Они меня же догоняют, походу, на транспорте. Если я не успею... Нет, не на транспорте, смотри. Надо лодку им, лодку убрать. Подожди, откуда они вообще у меня попадают? Не могу догнать. Вот ты, собака. Вот еще вторая. Так как сколько они выдерживают? У них тоже, может, нано-костюмы. Они реально настолько нано, что я их даже увидеть не могу. Они прямо это... Слишком маленькие. Они надевают их на свои эти нано-частицы. На атомы своего тела. Ну-ка, не-не-не-не-не. Не-не-не. Я все равно вытащу эту машину из дубового болота. Потому что, ну, нано-костюм. Тихо. И она на каких-то тупых моментах, она начинает проглючивать самое интересное. Дерево ломается, и все. И что-то фпс резко падает. Так все нормально. Но они не падают ниже 50-ти все равно. Ладно, будем исключение сделаем. Как бы, ладно. Фпс, ладно. Все. Но забыли. Сразу забыли. Ни хера не это. Оу! Это с чего он там шмаляет, да? Тихо. А он тоже с пулеметом, потому что от взрыва он не переживает. А в трейлере было иначе. Все, надо на правом ехать, короче. На них много времени ушло. Че ты думал? Я вообще дикий. Прощайте. Там еще терево упало. Да е-мое. То есть вы представляете, насколько трудно это? Блин, выживалка хер его, кроме всего прочего. То есть, Эстелс Сач тут вообще бодрый, но... Как бы... Стелс это не в моем стиле, кроме фифа. Ээээ... Точно. Все, я загибаюсь. Да зачем ты мне про защиту сказал? Надо было убегать. По-пластунски тут надо. То есть... Все то, что я обычно-то не люблю, я по никому же прохожу. Но в фифе мне нравится этот... Кто он? Стелс. Это не фифа, как вы можете заметить. И патроны у меня кончились. Терененью новый отряд горит. Да, правда. То есть, Стелс тут сильно развит, на самом деле. И как бы, по идее-то надо это делать. Если хочешь тут выживать. Да, попробуем чуть-чуть. Да, конечно, твой. Сдохни-сдохни-сдохни-сдохни, бразь. Но они красные пока. Они слишком это... Раскоричились от моих вторжений. По-пластунски они у меня даже, мне кажется, и без всякой маскировки не убили. Но они звук тут же проработан, искусственный интеллект, особенно для того времени очень хорошо. То есть тут звук даже... Ну, рюмли в обойме 20 лет потрогать. Это классно. Звук, они реагируют на звук. Меня это удивляет. У тебя, года. А вот эти катер, внимание, еще кроме того, рядом с мини-карты есть. Да, что ты будешь делать-то, а? Да что ты вытворяешь-то, а? А что я буду сейчас делать? Да, е... Ёперный театр, ну-ка. Да ты встань, ты собачонок-то, а? Прервонет же сейчас. А что мне стрелять? А, подожди, вот. Вау. Э, какая граната-то, ну? Правда, граната. Ладно, хоть ты предупредил. Спасибо, чувак. Спасибо, что сказал. С ней шевелиться-то, наверное, вообще хорошо бы. Слишком близко подошел, он вывел меня из зоны комфорта. А сейчас так что не предупредил, чувачок? Воу. Да, озвучка тоже класс, кстати. Вот реально граната сорвалась рядом. Да твою, налево-то. Смотри, какая граната я легко могу уходить. Но опять предупреждаешь, спасибо тебе, чувак. Где она? Кстати, он индикатор гранат еще не стрелали в данный костюме-то все. И это вообще в жизни-то было бы охренеть, как классно. Вот так по одиночке их и отстреливать. Смотри, как от них можно убегать. То есть тут стелс вообще изводящий. Это... Я долбанный Рой Джонс, только спецназовец. С стрелком, как бы. Какая-то... По стрелковой части. Ой, о, шум-то. Так, мы там вертолеты уже, я смотрю, прислали. Нет, истребители. Точно, спасибо, чувак. Шрек, блин, червей, без тебя дело. Че за... Тут еще все хватать можно, тоже прорыв, блядь, для его времени. Да что ты! Где у меня там тогда? Одна обойма, да ладно. Там что-то рвануло. Ой. О! Я знаю, куда мне сейчас. Все, поехали. О! По стелсу не очень получается, как видим. Может кто-то даже уже успел подумать, а в чем смысл этого ролика? Это же не прохождение. А где тут ностальгия? Ну давайте подостальгируем. Че-то я так подумал. Оу! Тихо. Тихо-тихо, чувачок. Ну как? Да тихо, вы, че такие звери-то вообще? Кошмар. Недостаточно энергии. Максимум брони. Короче. Ну че я могу сказать про эту игру, кроме того, что она охреневна, а для своего времени она просто вообще это... Мега охренетительно. Что еще тут можно сказать? Ну-ка, с суперсилой. Эй! Че там ящики? Ну, хрен. Что тут еще можно сказать? Что их на карте осталось три. Так я их извел. Я могу сказать лишь... Что... Подголубчики у меня. Тихо. Подбегай к нему. А, энергия-то нет. Так, я сейчас буду пользоваться тобой как щитом. Сраный кореец. Смотреть, как он корчится. Я тебе не дам его убить. Я тебя выстрелю в своих товарищей для тебя. Представьте, ты ему как Костя переломала. Подожди. О-о-о, вот это удар. Блин, я хочу ударить это... С максимум силой. Сейчас, сейчас. На Т-шку. Где он? Где-то тут ползает. Вот за этими камнями. Максимум силой. Типа... Чё? Смотрите, чё творится. Он, видимо, пацифист, корейский, северокорейский. Или чё? Смотри его, как плющит. Или он ссыканул. Только дёрнись, чувак. Или он понял. Пушку опусти. Опусти пушку, сука. Ну-ка. Опусти пушку, мразь. Слышь, я тебе прямо в глаз сейчас. Ну-ка. Оружие на землю. Спецназ США. Остановить его? Чего ты захотел? Ты остановить его захотел? Смотрите, они одинаковые. Своих корченья хорошие. Давай просто вверху. Опа! Вот это силы, на самом деле, чтобы человек это подбросит. Ну и понятно, он сломал шею, и у него из локтя птикула кровь. Конечно, это логично. Так вот. Итак, у нас мы имеем охрененный шутер. Где можно поугарать. Где можно побомбить на высоких уровнях сложности, постелсить. Да и на низких постелсить можно. Тут можно очень многое. И при этом есть фишка. То есть, есть фишка. Один, наверное, костюм. Он вытягивает столько, короче. Тихо. Здесь сейчас рванет. Вот так, если... На таком расстоянии-то оно точно его держит. В трейлере было, что надо костюмы держать. Мы имеем охрененную графику. Прорывную для своего времени. Движок Crytek знаменитейший. Долго горит уж слишком. Да, собор. Забор толомай. Ну-ка. Смотри-ка, ну ладно, придется перепрыгивать. Не все это препятствия даже тут можно взять силой. Мы имеем охрененную прорывную графику движка Crytek. Мы имеем... В 2007 году мы имели такой вот... Такой охрененный графон, сюжет, интересный замес. Хотя, как бы... Точнее, не замес, самый интересный. Реализация замеса интересна. То есть, тут что интересно-то? Не то, что вот инопланетяне, северокорейцы, опять Америкосы спасают мир, ха-ха, там это все видели тысячу раз. Сама реализация, она прекрасна просто. Шутер такой это. Есть своя атмосфера. Можно постелсить, можно поэкшонить. Это... Я не знаю, что тут еще сказать. Я помню, как все об этом только трещали. Вот бы мне такой нано-костюм, вот бы мне такой нано-костюм. Потай его. Вот так вот. Можно разматывать их просто в путь только. Смотри. Нахук слева. Точнее, это прямой был. Он охренянин, по-моему. Так, где там у меня... Хочу чисто на кулаках. Пожди. Ну-ка, ну-ка, пожди. Сейчас повеселимся немного под конец ролика. Тут это должно уже быть так ведь. Вот так вообще. Смотри, кровь можно убрать. Да что ты будешь делать в шутере-то? Кровь убрать. Чисто подраться. Да. Куда пошел? Это Александр Невский в любом фильме. Да, ну я круто. Дома разлом. О, ну это прям как классический боев. Интересная машина. Могу это... А, нет, я могу в них только это... Подожди, ты что творишь-то, а? Кореец. Посмотри. Ладно. Бетонный, швакобетонный дом. Нет, все-таки он... А так? Не, предел все-таки есть. Че тут можно поделать-то еще? Ну-ка. Целое поселение как дико обкуда вырезаю. Смотри. Он вообще... Вот на этом уровне сложности он и то меня пробивал. Видели? Таки пробил собака. Да где ты, где ты, где ты? Даже на этом уровне сложности... Он добил меня с приклада. Это просто вынос мозга. Он добил меня с приклада. Ну как так? Это же несправедливо. Это... Это социально несправедливо. Он даже тут прикладом. То есть, я говорю, игра-то очень сложная, кроме того. Почему? Потому что раньше игры, в принципе, не на массу делали. Они делали на... Особых игроков, которые реально задроты. В те времена, когда играли, только задроты еще. То есть, смотри. И это жесть. По нынешним временам, это, конечно, суровая игра. Очень суровая. Ну, что я могу сказать еще? Так, у меня нет ничего. А, нет, есть. Давай этих двоих убью и все. Максимум скорости. Да где вы там? Да я... Как я их первый-то раз? Ну, 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 ну. У нас на пути корейский КПП прорваться будет непросто. Соберимся кроватой, которую сможешь найти. Смотри, как трудно его убивать на этом. Ну, 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 вне мода-то это. Подождит. Ну-ка, стой. Не бей меня. Ну, что ж. А на этом я предлагаю закончить. С вами был Батя. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, ставьте коммент, ставьте все. Там пальцы туда-сюда. Репостите. Всем друзьям рассказывайте о Бате. Ждите новых видосов. Подписывайтесь, чтобы их не пропустить. И если есть возможность на Патреоне, Патреонте в кошельках. Отправляйте деньги. И все такое. Всем спасибо. С высоты трусливых. И ольянки вообще, и сибиряки. Мамя. Ну-ка, все. А на этом мы совершаем. С вами был Батя. Всем пока. Всем всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok